так я хочу рассказать как были подготовлены полы снят линолеум двп все гвоздики каждый гвоздик был зашпаклеван это обязательно но шпаклевка не простой а именно шпаклевка для дерева нужно чтобы она обычно продается в маленьких порциях поэтому большие щели я залила раствором заштукатурила дешевым потом заделала выровняла еще и шпаклевка обычной и после этого только чтобы сэкономить шпаклевку для древесины я покрыла сверху слоем шпаклевки для древесины гвоздики заделала всем шпаклевка для древесины щели покрыла серпянкой вот такой серпянкой вот такой есть она на липкой основе есть нет но можно просто наверно сеточку разрезать положить и тоже покрыла шпаклевка если серпянка проявилась ее покрыла еще на второй слой после высыхания и зашкурил это все шкурить нужно быстро нельзя затягивать зашкуривание на двое суток или так далее потому что она ну вообще становится очень прочная как я вот вчера день пропустила и уже сложно сложно шкурить и поэтому сразу высохла и можно в этот же день утром зашпаклевали вечером либо на следующий день нужно шкурить зашкурили выровняли подмели помыли полы помыли от пыли в углах потому что клей чтобы стыковка клея было потом и вот они обои обои нужно брать ни в коем случае не виниловые недорогие нельзя по рекомендациям людей которые делают эти полы нужно брать самые дешевые бумажные обои я зашла в обычный магазин думала что таких уже нет у нас но нашла обои на бумажной основе они стоят 96 рублей говорят люди что есть 56 рублей этого рулона мне хватит на пол и на на всю кухню но смысл в том что я взяла несколько обоев поэтому несколько рулонов ну куда их девать найду наверное поэтому сделав всю основную работу тяжелую она тяжелее чем будет покраска и поклейка обоев подготовив самое главное полы уже можно приступать к наклейке обоев как происходит наклейка обоев по системе которые рекомендуют то есть они клеятся на обычный клей пва разведенный с водой даже некоторые разводят его один к десяти что я наверное делать точно не буду я разведу наверно один к трем и покрою поклею их на пва сверху покрою клеем пва и дам высохнуть после этого покрою лаком акриловым и после этого покрою лаком паркетным можно наверное покрыть еще лаком для яхт поэтому он будет более устойчивый например к воде а хотя я не знаю паркетный тоже наверное смысл в том что буду смотреть буду смотреть и всего вот но ну линолеум это вот зачем паркет еще что там у нас есть ламинат она мне надо вот 96 рублей клей сколько клей стоит 200 рублей большая бутылочка я не знаю 150 150 рублей дальше лак акриловый 200 рублей паркетный 300 рублей вот и все полы шпаклевка для дерева 300 рублей шпаклевка обычная но обычно у меня много шпаклевки я беру большими объемами потому что мне она у меня для стен финишная полимерная шпаклевка витамин я не работаю вот и все раствор к науф который заливала щели к науф обычный к науф он недорогой он тоже 150 рублей большой мешок стоит